Мы начинаем пресс-конференцию с участием в разных тренеров игроков, играющих сегодня в талант. У нас футбольная клубка «КПРФ» представляет главный тренер Бейси Бейдзе и полевой игрок Фомова. Другой футбольный клуб «Газпрома» представляет главный тренер Цимур Альберов и полевой игрок Хоан Эмилер. Слово гостям Робова, прокомментируйтесь, пожалуйста, слава вашему гостю. Всем привет. Сегодня мы были тяжелой задачей. Забить пять-четыре головы в Белгорске – очень тяжело. Команда очень сильная играет на атаке обороны. Но я рад, потому что моя команда жила, что мы договорились. Работа каждый мяч, каждый мяч, каждую минуту. Но до конца матча мы не забыли, поэтому мы не будем играть в финале Кубка России. Но я рад. Поздравляю команду «Газпрома». Удачи в финале. И все. Поздравляю команду. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Нечего терять. И мы пытались, и вот, слава Богу, нам это удалось. Огромная благодарность команде, что поверили и верили до конца. И хочу сказать, что, наверное, в таких играх рождаются вот такие команды, которые в будущем добиваются больших успехов. Я могу аналог провести из «Газпрома» в тех временах, когда это все, наверное, в те времена все начиналось, всегда «Газпром» был рядом, ТДГ, Юграя называлась, Явой называлась она тогда. И вот я помню тот период, когда вот чуть-чуть все время не хватало. Наверное, сегодня КПРФ находится в такой ситуации, когда вот для больших побед нужно еще, еще. Этого еще нам не хватило, к сожалению. И хочу поздравить с заслуженной победой «Газпрома». Почему? Потому что в двух играх они все-таки, наверное, если общую картину смотреть и подводить итоги, в каких-то нюансах были сильнее нас. Но в любом случае, игра, она была очень интересная. Мы сражались, пытались. И действительно, вот, концовка, она вот такая драматичная выдалась. Не хватило нам на одного гола в плане того, чтобы еще там дальше, может быть, серия пенальти. Ну, это так уже. Мысли вслух, да. Но в любом случае, мы продолжим бороться. У нас впереди чемпионат. И, естественно, там есть очень серьезные задачи. И надеюсь, что вот такая игра нам даст вот тот импульс. И то уверенно, что команда на правильном пути, и у команды есть характер, что дальше бороться уже в чемпионате. А команду «Газпром» еще раз победа. И пожелаю удачи в финале. Про очень сложных матчах. Эмоционально, физически, обилие желтых карточек. Прокомментируйте. Знаете, ну, как оказалось, очень сложно. Да, когда я после первой игры, я говорил, это кубок. Он всегда имеет свой характер. И даже вот это преимущество после первой игры, вот эта очень долгая подготовка сейчас, в течение недели, она очень сложная. И психологически футболистам все равно сложно. С одной стороны, все говорят, что у вас такое преимущество. С другой стороны, ты понимаешь, что это кубок, что в одну секунду может все развернуться. И как бы ты к этому кубку не готовился, обязательно возникают какие-то нюансы, которые ты просто не можешь. Да, ты просто не можешь к ним быть готов, потому что они происходят буквально там на ровном месте. Да, и даже в сегодняшней игре все достаточно неплохо. Мы уже, мы понимали, мы готовились, мы играли. Но раз мы опять теряем игрока, мы теряем Даню Давыдова. Перед игрой мы потеряли Ивана Чешкала. И, конечно, такая игра, когда очень-очень-очень сложно. На одних игроков легла сумасшедшая нагрузка. И когда во втором тайме они стали чуть-чуть немножко уже не успевать, потому что им реально очень-очень-очень трудно. Конечно, вся игра вот такая сложилась очень нервная. Соперник, когда мы забили второй гол, очень быстро забил первый гол, что дал им силы, дал веру. А нам стало немножко сложнее. Мы вот держались, держались, пока не пропустили. Когда первый гол пропустили, стало все труднее. Потому что выпускать уже совсем свежих игроков достаточно сложно, потому что все равно 4 на 5 должны игроки играть опытные, должны игроки играть, которые имеют навык игры в обороне. Таких игроков у нас стало очень мало. И, конечно, в какой-то момент нам стало этого не хватать. Но все-таки, я думаю, что, конечно, ребята, если взять по сумме двух этих матчей, и в первой игре, и в сегодняшней, они действительно отдали все, что могли. Я могу только поблагодарить каждого, каждый выходил и внес свой вклад. Если в дополнительное время вышли уже ребята, которых сначала достаточно мало играли, им было очень трудно, но они вышли, забили так нужный этот гол, и потом мы доиграли, дотерпели. Очень тяжелая игра, но это кубок, и я не могу сказать, что я не ждал тяжелой игры. Я, конечно, ее ждал, и это была одна из самых тяжелых, на самом деле, подготовок. Конечно, мы очень рады, что мы вышли в финал, я очень рад, что игроки, отдав все силы, все-таки получили вот этот бонус в виде того, что они имеют возможность играть в финале. Но игра, конечно, очень сложная, потому что соперник и здорово делает этот компонент, и собраны очень классные игроки, и малейшая твоя какая-то несогласованность, она сразу наказывается. Очень тяжелая, для болельщиков интересная игра, для нас, конечно, для тренеров очень трудная. Спасибо. 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 Спасибо.